всем привет вы на канале крипто комманс пока у нас происходит краткосрочная волатильность на bitcoin и на альткоинах и на других рынках предлагаю взглянуть на более глобальную картину того что происходит с ценой пробежаться по новостям и обсудить перспективы рынка так что если вам нравится крипто контент не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал нажать на колокольчик и мы начинаем поехали итак начнем давайте с тех анализа недельный таймфрейм что мы здесь видим bitcoin в итоге такие нащупал свое потенциальное дно на уровне 78 6 по фибоначчи если вы помните две недели назад у нас был обзор мы говорили про уровень 61 и 8 по фибоначчи который является ключевым который bitcoin мог удержать но он не удержал и мы там говорили о том что следующая цель будет уровень 78 6 я еще говорил ребята мне очень грустно об этом говорить но это так и мы туда упали смотрите-ка мы упали прям ровно на 78 уровень тенью и отскочили от него что интересно еще что этот уровень совпадает с 200 и 300 мувингами то есть обратите внимание что мы телом свечи хайка наши остановились на 200 мувинге а тенью дошли практически до 300 то есть мы все еще можем на самом деле до него кольнуть перед уже полноценным разворотом но давайте все равно держать в голове то что это очень важный уровень ключевой уровень по сетке фибоначчи натянутый с абсолютного дна то есть корона дампа до абсолютного пока еще хая 69 тысяч соответственно что мы видим в целом по анализу графика и по индикаторам что конечно же сейчас преобладает медвежий тренд то есть вот у нас идет полноценное снижение bitcoin упал уже на 75 процентов от хая и мы знаем что для него это не предел в медвежьих рынках то есть мы можем упасть еще ниже плюс экономическая геополитическая и так далее ситуации в мире оставляет желать лучшего по индикаторам на недельке у нас cypher в красной зоне rsi опускается в экстремальную перепроданность macd тоже красная идет вниз то есть все еще грубо говоря продолжается медвежий тренд при этом у нас еще наблюдается капитуляция майнеров на индикаторе hash ribbons после которой как правило следует очень серьезный сигнал на покупку после чего мы растем но хочу вас подбодрить ребята любое падение но обязательно заканчивается разворотом тренда и ростом и в пользу того что мы уже близки ко дну кроме 78 фибы и 300 мувинга есть еще кое-какие штуки ну например смотрите cnbc сообщает что pro shares запускают шортовый bitcoin и тф на этой неделе что это значит что институционалы и квалифицированные инвесторы смогут шортить биткоин покупая этот и тф своевременно да скажете вы когда биткоин упал уже на 75 процентов запускать шортовый тф соответственно что вы думаете сейчас все наберут этот шортовый тф и вы думаете им дадут заработать ну возможно в краткосроке и дадут если биток еще чуть-чуть упадет но в целом я думаю что их просто побреют какой-то момент иначе бы запускали ланговый тф потому что смысл то всех и тф в том чтобы не дать заработать а отнять эти деньги у людей вот поэтому смотрите что происходит опять же лонги на битфайнексе мы с вами за ними наблюдаем они все еще то замунят и на all-time high это у нас умные лонги которые собственно ну назовем их маркет-мейкерские лонги это не фьючерсные лонги напоминаю это спотовые маржинальные лонги на бирже битфинекс одной из старейших bitcoin бирж где собственно тетерские бабки и скрутиться вот и что мы видим что обычно эти лонги когда они находились на своем пике на all-time high это было дно рынка вот посмотрите все падение они набирают а потом весь рост они разгружают абсолютно обратной корреляции да и сейчас снова все падение они набирают соответственно будет логично дождаться ребята того момента когда они начнут разгружаться и соответственно произойдет конвергенция цены и лангов потому что сейчас мы видим дивергенцию да все они отдаляются вот потом опять же еще один хороший знак в пользу того что это дно это дескросс между двадцатом и сотом мувингем на недельках если вы посмотрите в историю то этот дескросс обычно происходит как раз точно возле дна посмотрите вот здесь предыдущее дно и вот здесь тоже буквально за две недели до дна дескросс произошел то есть это запоздалый сигнал он сигнализирует скорее уже о том что пора в лонг залетать но после этого идет долгое накопление как и здесь так и здесь обратите внимание поэтому все равно она вот такое волнообразное но накопление практически год поэтому сейчас конечно всех волнует вопрос сколько мы будем еще топтаться у этого потенциального дна и успеем ли мы набрать позиции соответственно здесь у нас с вами есть ребята два варианта как всегда хороший и очень хороший вариант первый что мы сейчас отскакиваем от 78 фибы идем к 61 в рамках технического отскока то есть там 28 29 тысяч долларов плюс минус ну можно шире взять диапазон 25 30 как бы не суть но 61 фиба сейчас все равно на уровне 28 700 и после этого мы опускаемся снова на поиск двойного дна оно может быть как выше так и чуть ниже предыдущего но грубо говоря снова в район 20 тысяч и только после этого уже через какой-то затяжной накопительный флет разворачиваемся и уходим снова в аптренд соответственно ближе уже к следующему халвингу который у нас будет с вами примерно с учетом удлинения циклов примерно в середине апреля двадцать четвертого года давайте так примерно вот здесь короче он будет поэтому возможно даже гораздо более долгое накопление чем я нарисовал если скажем так нас ждет более изнурительный утомительный флэт да вот с каким-то такими делами и потом только мы уже начнем расти это вариант первый вариант второй этот вариант у нас скажем так учитывает хреновый экономический геополитический и так далее фон и скажем так то что мы будем сейчас в стакфляции фрс не начнет не запустит снова печатный станок будет повышать дальше ставку и так далее в таком случае мы вообще вот так вот делаем по битку и уходим в гипермедвежий цикл да то есть это у нас совсем красный вариант этом на мой взгляд очень маловероятность сценарий потому что биток в принципе был придуман как ответ на мировой финансовый кризис и как хедж против инфляции всего остального вот это у нас вариант желтый соответственно боковой и как вы понимаете еще у нас есть и третий вариант у нас зеленый что мы отскакиваем сейчас что мы находим сейчас себе силы отскочить выше 61 фибы закрепиться там и пойти дальше по 0 5 38 и сделать v-образный разворот как был у нас с вами собственно на коронадампе вот здесь ну опять же может быть более долгим накоплением но не суть все равно это наверх и надо понимать что все эти три варианта они ведут наверх и вы скажете блин гринь нафига вообще тогда смотреть твой канал если ты нам даешь все варианты мы это и так знаем но чуваки никто не может знать будущего наверняка и нужно подстраиваться под рынок не ждать что рынок подстроиться под ваши ожидания а самим подстраиваться под рынок поэтому смотрите красный вариант как бы если будет то вообще я не знаю даже тем кто шортит скорее всего биржа просто соскамится и ничего не дадут забрать поэтому его отметаем и смотрим более реалистичный сценарий еще раз вам говорю что мы сейчас на очень сильном уровне находимся технически он должен удержать как поддержка может быть сквиз чуть ниже может но в целом в долгу исходя из истории это очень очень сильный уровень поддержки для биткоина как вы видите он вообще никогда не уходил ниже 300 мувинга от которого мы сейчас отскочили вот ну и на более ближайшем рассмотрении трехдневный таймфрейм мы видим что rsi выходит из глубокой перепроданности уже macd пока еще медвежья приближаемся дальше двухдневный таймфрейм на сайфере появляются зеленые точки на глубокой перепроданности дневной таймфрейм macd уже заворачивается в бычую сторону и очень сильно зеленая точка здесь на сайфере есть 12-часовой таймфрейм macd уже смотрит в бычую сторону хистограмма macd и rsi уже выход вышел из глубокой перепроданности плюс зеленая точка и сайфер похоже что выходит в бычую сторону короче говоря чем сильнее мы приближаемся тем больше мы видим уже бычих сигналов на индикаторах опять же четырехчасовик посмотрите здесь вообще шикарный расклад желтая точка слегка уже перекупленная rsi который смотрит в коррекцию и macd которая смотрит наверх вот плюс у нас скоро хэш ribbons засигналит покупку то есть ребята в краткосроке по любому мы сейчас смотрим на отскок вот к этим мувингом в долгосроке я лично сам больше за желтый вариант с накоплением но возможно еще раз говорю когда все ждут более низких цен и более долгого флета его просто могут не дать потому что bitcoin еще раз вам говорю он может очень даже легко отвязаться от всех мировых показателей и полететь в любую из сторон как и до нуля упасть ребята он может так и улететь в бесконечности на миллион долларов потому что его пампят совершенно не обычными деньгами не долларами фрс даже которыми пампит фондовый рынок биток пампит тезером чуваки а тезер могут напечатать взять вообще не вопрос и кстати говоря если мы посмотрим на капитализацию тезера у нас сейчас есть по ней небольшой спад чуть более 10 миллиардов вытащили ликвида и посмотрите что было на прошлых спадах ребята это было на прошлых спадах либо на прошлом флете это было всегда четко перед пампом битка посмотрите вот здесь капитализация идет вбок либо вниз и после этого начинается взрывной рост здесь снова посмотрите было два спада это было практически дном опять же умные лонги на финики нагружались и мы пошли наверх сейчас я думаю что будет примерно такой же сценарий тезер чуть-чуть пойдет вбок капитализация умные лонги нагрузились 78 фиба 200 и 300 мувинги и бум никто не ждет и начинается настоящий взрывной рост опять же тут появится сигнал на покупку а рассай выйдет из глубокой перепродности вот такие глобальные мысли по битку друзья опять же аналитический сервис гласнот сообщает что падение ниже 20 тысяч привело к капитуляции майнеров и холлеров и мы действительно видим эту капитуляцию как мы видели с вами на графике хэш риббенс и большая волна до левераджа то есть ликвидации маржинальных позиций это как мы понимаем с вами хорошо для роста курса в долгосроке потому что всем мини пузыри имеют обыкновение сдуваться для того чтобы собственно дальше надуваться в долгу за чтобы актив дальше в долгую роз и если вы посмотрите мы всегда честная цена биткоина это собственно когда мы находимся на дне вот этих вот мувингов и мы сейчас находимся на дне мувингов соответственно вот у нас была территория пузыря сдули территория пузыря сдули территория пузыря сдули поэтому ребята в долгосрок аккумулировать сейчас очень очень даже крутые цены я Надеюсь, вы это сами понимаете. И не поддаетесь панике, когда все кричат, что все, биткоин, это скам, там он упадет до нуля или до 10 тысяч. Вот. Ну а для трейдеров, что тут скажешь? Слушайте, ну я торгую эту волатильность, разгружаю частично позицию, но вот опять же отдаляюсь, смотрю, думаю, что я разгружаю. Вот у меня был лонг, его даже не видно еще на дневном графике. На часовом графике, да, конечно, уже видно, хорошо отросли. Вот, часть прибыли забрана. Сейчас, если упадем куда-нибудь вот сюда, имеет смысл, на мой взгляд, догружаться и лететь дальше. Но это не точно, сами понимаете, дисклеймер. Можем упасть и туда, поэтому контролируйте свои риски сами. Что мы тут видим по Fibonacci, что 38 уровень это 20.175, 0.5 уровень 19.600, 19.700 и 61.8 это 19.100. Вот эта вот зона, на мой взгляд, для бычьего расклада, между 19.700 и 19.150, очень актуальная для до набора позиции. На мой, опять же, субъективный взгляд, если мы сейчас продолжим падение. Да, еще одна хорошая новость от проекта Каста. Они, наконец-то, вышли в Мейннет и уже доступна официальная версия приложения, пока еще по приглашениям и только в Европе. Короче говоря, приложение уже запустилось, люди его уже тестируют Мейннет, то есть там настоящие токены Каста. Я думаю, что это должно очень хорошо сказаться на цене, как и в краткосроке, так и в долгосроке. И напоминаю вам, что токен Каста можно купить по очень вкусной цене сейчас, ниже 10 центов, на бирже Bybit, на нашей любимой с вами бирже, на которой, кстати, через 5,5 дней начинается крупнейшее торговое состязание WSOT. Участвуют все вообще абсолютно. Поэтому, если вы до сих пор не вступили по какой-то причине в нашу команду, у нас там уже 120 человек практически, обязательно это сделайте, ссылка в описании. Торгуете, как обычно, на этой бирже, получаете плюшки в виде трейдинг-бонусов, в виде скидок на комиссии, и в конце состязания подсчитывается по НЛ. Если мы с вами занимаем какое-то место, то получаем еще и хорошие призы. Плюс тут есть в MyDashboard каждый день всем участникам вот есть дневная лотерея и колесо удачи. Эта штука начнется сегодня уже, то есть за 5 дней до состязания уже можно собирать призы. Вот, просто крутить колесо начнется через несколько часов. Так что воспользуйтесь этим, можно собирать призы, дополнительные бонусы для торгов. В торговле участвуют все пары, как я понял, деривативные и USDT, и инверсные контракты, и USDC, так что можете торговать чем угодно, держать на балансе что угодно, и ваш ПНЛ будет учитываться, соответственно, в подсчете результатов. И, конечно же, 20% скидка на комиссию всем, кто вступил по нашей ссылке. Вот, ну и в Telegram тоже к нам обязательно подпишитесь, потому что тут вот такие интересные штуки периодически появляются. TechDev запостил, смотрите, какую прикольную картиночку. Глобально биткоин сейчас очень напоминает накопление 2012-2013 годов. Посмотрите, вот первая параболическая история, потом коррекция вот такая вот затяжная ABC с треугольником в конце, и очередная взрывная волна роста. Здесь немного по-другому, смотрите. По дням все похоже, но третья формация здесь является расширяющимся флетом, а не восходящим треугольником. Но, тем не менее, такая формация тоже является бычей. Если вы посмотрите на фондовом рынке, примеры тому есть S&P 500, там и Dow Jones, и Amazon. Короче, был такой паттерн, тоже расширяющийся боковик, который загнал всех в медвежью ловушку и выстрелил вверх. Поэтому здесь все еще может произойти очень хороший рост прямо с текущих. Потому что, опять же, повторяю, отдаляйтесь в долгую и смотрите, где мы находимся. Мы находимся на ультимативных уровнях поддержки сейчас, ребята, даже по 22 тысячи, не то, что по 18. Видите, где мы находимся по RSI, по сетке средних скользящих, там, где обычно надо покупать. Но что вы думаете, здесь, что ли, все покупали? Или здесь все покупали? Нет, конечно же, здесь такая же была паника, все продавали, потому что думали, что все, биткоин это скам, он идет до нуля. Но в итоге, там, где все продают и боятся, это самое лучшее место для покупки. Понимаете? Вот как работает психология рынка. А здесь, на красных точках, все докупали и ждали еще более высоких цен. Поэтому надо стараться. Если мы хотим зарабатывать на этом рынке, чтобы быть в тренде, нужно думать не как все, а думать наоборот. И будет нам профит. Ну, а у меня на этом все. С вами был Грин, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, ставьте стопы, тейки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, участвуйте в байбет-соревнованиях. Все ссылки в описании. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok